Ничего себе, тапочки-то не простые. На Суббатовский похожи, как с Легаси 2005 года. Давай знаешь, что сделаем? Проверим твою внимательность. Давай. Что изменилось еще? В машине? Да. Прям это очень тонкий такой. А что, номера без этого, что ли? Да. Без флажка? А куда флаг делся? Ну, не было его. Это изменение? Да, все верно. Ты что, я сразу же, я же номерной гиг вообще. Кстати, парни в Кировске тоже заморачивались, заказывали. Видел? А у них вроде еще, кстати, если не изменяет память, пыли жирные такие были. А что это за клепочки такие? С рамочками таким. Нифига себе. Видишь, рамочки узенькие. Специальные, да? Да ты, блин, педант вообще. Здорово всем. Вы на канале Роман Гоу. Всем привет. Это Серега. Самый топовый монтажер, самый топовый оператор. Все самые крутые видосы с крутым монтажом, которые вы увидели на канале. И его работа. О, нормально, да, хатчбэк? Ха-ха-ха. Но есть один нюанс. Серега еще не решил, в каком городе он живет. Нет, сейчас-то я решил. Сегодня... Подожди. Он решил недавно, что он живет в Новосибирске. Потом он просыпается через неделю. Думает, я живу в Новокузнецке. То есть быстренько перебывается. И вот он недавно снова решил, что он живет в Новосибирске. И вы видите его. Сейчас Серегу покормим. Он злой, голодный. И мы начнем, да? А это видео о том, как на голове у блогера прибавляется седых волос. Вот, кстати, смотрите, какой у нас памятник паровозу стоит. Мемориал славы труженикам тыла в годы войны. Видите? Мы тоже свой вклад несли. Вот увидел твое видео, Рома, где ты мучаешься с постановкой на учет. Ты решил все бросить свои дела в Новокузнецке и приехать к тебе помогать. Вот так, да? В прошлом видео мы остановились на том, что я сгонял, в общем, в ГАИ и обратно. Где-то больше двухсот километров проехал. И все, к сожалению, напрасно. Заплатил госпошлину. В общем, весь в надеждах был. И у меня не получилось тачку поставить на учет. Госпошлина, кстати, не сохраняется. Госпошлина, короче, если что-то не получилось, она в течение трех лет тебя будет ждать. Приехал я в расстроенных чувствах. Думаю, что делать, куда бежать. В общем, начал, естественно, связываться. Ну, вот это я рассказывал с людьми, со всеми. Человек, который, предположительно, ну, на которого снимали с учета, да? Это я еще точно даже и не знал. Он не знал свои паспортные данные, того паспорта, когда он ее там оформлял. Что сделал я, как думаешь? К кому я обратился? Знакомых у меня в ГАИ нет, к сожалению. И знакомиться ГАИшники с блогером не очень, я думаю, хотят. Многие писали, потому что типа по знакомству, как-то через своих. Но, к сожалению, таких нет знакомых у меня. Ну, у меня предположение есть, что, как советовали в комментариях, предложить тому человеку паспорт до конца пролистать, и там сведения о ранее выданных будут. Ну, кстати, да. Вот этот совет тоже спасибо большое. Очень многие написали. Я уже точно знаю наизусть, что на девятнадцатой странице пишут сведения о ранее выданных паспортах. Но, к сожалению, не в этом случае. То есть этот совет именно на этот случай, это очень такой частный случай, не подходит. Короче, что я сделал? Я обратился в Даркнет. Значит, я перешел на темную сторону. Короче, карточку учета транспортных средств, по которой я убедился, что действительно сняли на того человека. Все верно, как бы я не ошибся. Там была, получается, дата уже, то есть добавилась дата договора, когда снимали. Там была фамилия и инициалы. Все, у человека я узнал отчество, дату рождения. Осталось узнать все остальные данные. И потом абсурдная ситуация. То есть я человеку должен был сообщить его паспортные данные. Я узнал паспортные данные, номер паспорта, серию паспорта, прописку. И, в принципе, все, пазл сложился. Все, короче, связались, все оформили. Все это, как чики-пики, там переслали, отослали. Все как надо сделали. И я уже с двумя договорами отправляюсь в ГАИ. Но на выезде из города, то есть буквально сколько, вот полтора года мы ездили. Правда, в основном от сервиса до гаража и от гаража до сервиса. Давай, 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 давай. Короче, полтора года прокатался, я считаю, на машине. Хоть и немного, да, ни разу не останавливал меня никто. И тут поехал в ГАИ, все. Правда, уже второй раз поехал. Короче, на выезде из города меня тормозят. И все. Это жесть вообще. Опять машина, все еще снято с учета. Но у меня, благо, страховка была хотя бы. Короче, я выхожу, падаю в ноги там просто. Сходу. Ацбекис, черный, чувак такой выбегает. Я все сделал. На самом деле смешного мало. Инспектор, значит, конечно, был недоволен, что машина снята с учета. Я непонятно там, как езжу. Короче, он мне не поверил, что у меня забрали СТС. У меня же СТСки не было. Номера пытались снять. Один сняли, второй нет. Он мне не поверил. Он заподозрил, что машина вообще какая-то левая. То есть я ему сказал, что еду ставить на учет в Тогучин машину. Что у нас нет мест. Инспектор, главное, на месте там, в Тогучине. Он знает, что там пол Новосибирска туда ездит. Потому что, чтоб три недели не ждать в очереди. А сейчас можешь уже и больше. Потому что уже все уже давно на движниках. А до сих пор только электронная очередь. А те инспектора на дороге, они решили, что тут какая-то мутная схема. Что я поехал в Тогучин ставить бэху черную на учет. И все как бы. И начали проверять. Короче, начали проверять номера. Все сверять. Вот здесь вот это сразу что-то не понравилось. Что воздух там или что. Ну, в общем, очень большое подозрение почему-то я его вызвал. Короче, вот здесь какой-то номер выбит. Я не знаю, кто знает, что за номер. Просто они говорят, этого номера нигде в документах нет. У тебя СТСки нет. ВТС давно снятая с учета. Начали по кругу ходить в ремни там смотреть. В багажник там что-то искать. В багажнике я там все вытащил. В багажнике там запаски все, чтобы все было видно. Короче, это просто жесть. Я говорю, ребята, давайте позвоним, кто на регистрацию вашим коллегам. Спросите, где какие номера здесь. Я в машине уверен на 100% не звонят. По сути, просто я решил, что сейчас все, эта машина остается там. Я не знаю, как это все происходит. На штрафстоянку или как, на какую-то экспертижу там что-то возят. Просто они очень сильно заподозрили. Ну, то есть, что я поехал туда, в Тагучин. И когда вот третий раз они уже обходили машину, я додумался. Я додумался найти бумаги. Когда у меня свидетельство это забирали. Там же оформляли изъятие госномеров. Все вот это. Показал им. И вот в этот момент они мне поверили. И как-то так, ну, с сомнением, я сказал, на обратном пути я отмечусь. Все с номерами. Все, покажу все документы, что все четко. Еще раз извинился за то, что со снятой регистрацией как бы еду. Но показал тоже заявление, что все, вот я в ГАИ записан. Короче, жесть вообще просто. Такая головомойка. Наверное, полчаса там стояли. Еще я ехал с девушкой, подвозил до Тагучина. Перед поездкой узнал, что она торопится, что ей там срочно по времени надо. Поехал в гараж, приезжаю, смотрю, ключа нет. Где-то ключ от гаража потерял. Короче, вообще утро, утро вообще жесть у меня оказалось. В общем, хапнул адреналинчика этим утром. Еду в Тагучин уже с четким пониманием, что если что-то сейчас пойдет не так, если опять меня забреют, опять не получится поставить, что машину я просто оставляю там. Потому что вот такие приключения на дороге, ну реально вот. Приезжаю в ГАИ, значит, блин, опоздал, конечно. Нормально приняли, то есть без проблем. То есть сразу документы взяли. И все-таки зарегистрировали машину. Ребят, наконец-то, только что. Этот любимый звук. Только что решилась эпопея. С учетом, с номерами. Все, нашел всю цепочку. Вот, смотрите, река. Река. Так, сейчас посмотрю. Река Иня. Вот он, Тагучин. Хорошая погода. Конь на этом, на символе. Хорошая погода. Хорошее, отличнейшее настроение. КСМ-овский номерочек. А там еще парни в Тагучине в ГАИ подходили ко мне. Там, давай там что-то фототься. Там, давай рассказывай то и сё. А там ГАИ такой маленький. То есть там буквально мы втроем как бы. То есть там вообще все на виду. Я это, ребят, извиняюсь, там не сильно эмоционален был. Потому что, ну, у меня на ниточке моя судьба висела. И то есть сильно афишировать там вот какие-то блоги, там какие-то вот эти моменты я не хотел. А то зашел бы там инспектор, да, у меня там с ГАИшниками же есть приколюхи там. Ну и сильно как бы нет такого, ну, жести же нет никакой. То есть, да, для инспекторов сразу спасибо тем инспекторам, кто меня отпустил на выезд из города. Спасибо, что дали мне доехать до этого ГАИ. Спасибо инспектору, который всё, поверьте, ребят, было за что, было за что меня еще раз по кругу упустить. По третьему, а то и по четвертому. Всегда же и там есть какие-то запятые, знаете. Короче, всем инспекторам сразу хочу сказать, если вы меня видите с камеры или без камеры, я, в общем, не занимаюсь каким-то там провокационными вещами. Как бы, мне даже ради хайпа вот этот негатив не интересен. То есть какие-то с инспекторами, когда получаются эти коллаборации, да, я просто, ну, как есть всё там показываю. Я не пытаюсь, даже вот в Башкирии тогда остановили, за обгон типа я обогнал, а я не обгонял, да. По идее, там можно было начать раскачивать, когда, ну, вот они даже отпускать начали. Типа вот, вы там разводите на деньги. Камеры, статьё и тыкать. Ну, и как бы, да, мне это просто не интересно даже ради хайпа. Поэтому, к чему я это говорю? Что на всякий случай я всё равно, я не снимал вот этот процесс весь. Я просто извиняюсь, что очередное разговорное видео такое. Без экшена, без каких-то вот этих движений. И я вам скажу честно, самые внимательные ребята, они уже написали в комментариях и в личку написали, что тот ролик первый, который я выложил, да, про БМВ. Ну, то есть я выкладывать начал ролики уже после того, как всё решилось. Ну, на всякий случай, потому что, ребят, дело такое, понимаете. Что-то не понравится. Это тоже инспектора, тоже люди. Кому-то без разницы на видео на эти. Кому-то есть разница там. Возьмёт, как по полной программе, начнёт там запятые эти считать. Ну, и всё, как бы, нафиг мне это надо. Но вам я выкладываю всё, как есть, в хронологической последовательности. Все мои эмоции. В общем, всё. БМВ наконец-то зарегистрировано в установленном порядке. Правда, два дня назад страховка кончилась. Блин. По цене, насколько я её рассчитываю продать. Тогда я, помню, считал, что-то 330, да, она мне выходила с расходами. В общем, я считал, значит, примерно год назад. Ну, или прошлым летом, в общем, считал 330 где-то машины выходила мне. Вот. Ну, ещё там что-то делал. Если честно, таблицу в Excel не веду. В общем, хочу я продать её вообще за 350 тысяч. Соответственно, захожу на сайт продажи автомобилей. Смотрю ценники. Вижу, что это, в принципе, у меня самая низкая цена. Ну, и состояние тоже, как бы, есть там-сям. Как бы, какие-то мелочи вот эти. Из плюсов то, что салон просто свинина чёрная. Вот, просто в огненном состоянии. Мотор, опять же, перебирали. Коробка листает, пятиступка. Ну, вот, есть там, что тормозные диски, допустим, надо менять. Помните, я заезжал на диагностику, сказали. Сейчас ещё по езде, а там, когда колодки менять будешь, передние тормозные диски под замену. Что там, вот эти датчики, АБС, парктроника. Тут, по сути-то, если человек с руками подойдёт, мне кажется... Так, купите, пожалуйста, машину. Вы поняли, да, меня? Да, ребят, кстати, кто писал, что готов её купить, какие-то предложения предлагает, вы мне пишите в комментариях, пиши, хочу купить у тебя машину, пиши мне. А куда я вам буду писать? Вы мне пишите в личку или, не знаю, какую-то ссылку, какие-то контакты там мне дайте. Как я вам могу написать в этом? В комментарии на YouTube договариваться будем, что ли? Что с доставкой автомобиля? Так, ну, для иногородних, в принципе, я вообще, вы же сами знаете, я лёгкий на подъём человек. Я даже в Казахстан, кто-то с Казахстана писал. Да я в Казахстан даже её угоню, мне без разницы вообще. Мне... Как говорит Александр Емеляенко? Мне без разницы, кого убить. Так вот, мне без разницы, куда ехать, ребят. Доставка будет бесконтактная, как сейчас модно. Куда ехать, на чём ехать. Нет, всё в полном контакте будет, полностью вообще с обмывом и так далее. Ребят, глянем комментарии из прошлых видосов. Илья Камалов пишет, в России всё можно на учёт поставить, были бы знакомые и деньги. А там сам решай. Ну вот, видишь, а получилось без знакомых как бы и без денег. Я очень рад, что не пришлось всем знакомиться. А, да, и, кстати, такой момент, если бы я её сразу же, вот тоже мне писали, сразу же после покупки поехал в ГАИ, абсолютно всё то же самое было бы. Только разница была в том, что мне бы говорили, ну, допустим, ребята, с кем я связывался. Кстати, спасибо всем, кто вообще пошёл на связь. Какой-то там чувак пишет что-то, какие-то данные кому-то что-то. То есть все практически пошли навстречу, вот, и помогли мне. То же самое всё было бы, только мне бы говорили, да это полгода назад уже было там, я уже не помню. А сейчас говорили, это два года назад было. А так, абсолютно вся процедура вся та же самая была бы. А, ну и не было бы серии, где бэхо вне закона. Здравствуйте. Здравствуйте. Также спасибо всем, кто вызвался помочь. Но я как бы специально сказал, что не для помощи видео сделал, вот, когда про БМВ это рассказывал, что не для помощи и не что у меня там кому-то претензии, претензий, естественно, никому у меня нету никаких. А просто рассказать, что происходит с машиной. Но люди, парни, даже мне писали, даже вот эту карточку авто... Даже вот эту карточку ТС мне скидывали, прикинь, в личку уже просто. Всё, то, что я покупал, да, мне просто скидывали. Вот, смотри, типа, когда, кому, чё, как. Блин, вообще от души, конечно. Павел Мазманян пишет. Роман, поставь в другом МРЭУ эти... это чудики были какие-то. В другом МРЭУ, к сожалению, если бы я приехал, там уже видно, что отказ написали. И, то есть, в одном не получилось, я приехал к ним, но это просто цирк бы получился. То есть, это ещё бы хуже могло быть. Я же говорю, я ещё легко отделался. Меня могли бы там конкретно оформлять, начать, ну, что типа, кто я такой вообще, какое отношение к машине имеют. Ну, из прошлого видоса про номера, про то, как я продавал Мазду, про то, за сколько я продал её, за сколько я продал номера. Я спрашивал про туристический вот этот контент, да, и сам посмотрел. Мне саму видос, если честно, понравился. Два раза пересматривал, но, по сути, получилось как два отдельных видоса, короче. И, не знаю, надо было, наверное, отдельно. Просто я хотел как бы и рыбку съесть, и как бы, чтобы просматривать начали про машину, про автомобильный контент. И потом плавно всё это перетекло. Но, по идее, ну, ладно, будет просмотров меньше, наверное, всё-таки отдельно, да?